всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале уже традиционно сегодня сегодня мы сделаем с вами рассказ про наш внутренний диалог с кем вы разговариваете посмотрим о чем вот и что еще третий вопрос для чего вообще вы это делаете вот я так приготовила несколько который мне показалось что возможно пригодятся и мы с вами сейчас приступим сегодня пятница особый день для верующих преддверии великой великого праздника пасхи вот или мы будем с вами смотреть про наши диалоги о чем они на что мы какие диалоги мы ведем внутри себя так немножко сонастроюсь как вы уже знаете заранее сонастраиваться не не получается внутренние диалоги внутренние диалоги так ладно давайте приступим так так поставлю главное чтобы она не была вверх ногами все здорово и так позиция номер один голубенький камешек единички двоечки хотела сказать с кем вы разговариваете в своей голове это таро сумасшедшего дома очень люблю эту колоду глубокая очень интересная с чем да не с тема с кем вы разга может быть с чем-то вы и разговариваете с кем вы разговариваете в своей голове верховная жрица хочется сказать с какими-то духовными наставниками да здесь знаете сразу хочу сказать у кого-то возможно работает ясно знание и вы получаете информацию напрямую до через какой-то ваш внутренний канал с кем вы разговариваете здесь нету конкретный какой-то личности хотя я еще посмотрю но вот здесь вот все что связано со знанием иногда у вас такое бывает вы начинаете размышлять о чем-то да если размышляется о чем-то таком возвышенно философском вот и либо разбираете что-то какую-то ситуацию в какой-то момент появляется даже если это не голос но появляется какая-то информация и у вас возникает такое ощущение знаете какой-то вот мудрости глубины и вы понимаете что это это не ваши мысли то есть здесь есть такое ощущение иногда что то о чем вы размышляете вот если бы вы записывали сразу вы бы поняли то есть тот момент когда приходит эта информация она вам родная на вам знакомая и кажется что это ваше но бывают такие моменты что вы не мыслите такими категориями то есть ну как бы так сказать хочется сказать что вот ну я не настолько мудрый да либо я не настолько он то есть ну понимаете что в этой информации есть какая-то глубина но в тот момент когда приходит к вам эта информация вы вы это не осознаете вам кажется что это вы и до этого дошли что вы как-то в процессе анализа может быть размышление созидания созерцания вы получили эту информацию здесь вам приходит информация от высших сил напрямую от 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 источника хочется сказать какого источника король жезлов да вот король жезлов он как раз таки это самая первая стихия огня приближенная к источнику здесь как раз таки какие-то вы знаете мудрости мудрости говорю о мудрость к вам приходит до то что впоследствии например мы видим соцсетях как какие-то афоризмы до либо мудрые изречения выражения вот вам как какими-то такими категориями вам приходит информация с кем вы разговариваете своей голове в своей голове но помимо мудрости вы можете разговаривать с каким-то человеком здесь но если это человек да то он может быть и мужского полу женская здесь не столь важно у меня такое ощущение что вы просто прокручиваете какие-то слова какие-то вот именно выражения какие-то высказывания даже если это и воспоминания да то здесь вот как будто бы эмоции идут даже не совсем слова сколько вот какие-то такие знаете позитивные воспоминания вот так давайте скажу да какие-то вот позитивные эмоции здесь идут если все-таки человек то я склоняюсь больше к человеку я не буду описывать его пол потому что может быть мужчина женщина но человек который дает вам а придает вам какой-то храбрости больше вот какую-то уверенность да здесь диалоги направлены на поддержку здесь может быть диалог даже с неизвестным вам человеком но здесь понимаете в чем фишка здесь нету идентификации этой личности здесь как будто бы и вы даже не задумайтесь об этом а просто вот такие мысли но если бы это был голос да то это был бы голос мужской больше нежели женский но вы на этом не фокусируетесь кто это да мужчина это либо женщина а вот скорее всего на то о чем он говорит то есть эти мысли диалога они больше направлены на как на развитие так и на нечто позитивное то что придает вам уверенности храбрости мудрости теплоты как-то вот больше поддерживая да здесь вот позитивные позитивные моменты может быть даже вот благодаря этим каким-то мыслям вы себя и вытаскиваете из какого-то такого пассивного состояния может быть из негатива вытаскиваете себя позитивом с кем еще вы разговариваете в своей голове пятерка кубков вас есть ментальная связь есть ментальная связь каким-то человеком и вот вы с ним тоже можете проговаривать даже если вы сейчас не вместе с этим человеком дату вот именно в своей голове вы продолжаете с ним беседовать разговаривать здесь вы с кем-то хочется сказать телепатически но здесь даже не телепатически потому что физическом мире вы можете не иметь никакого отношения к и с этим человеком а вот на ментальном уровне да вы с кем-то разговариваете то есть здесь этого человека не то чтобы его нету жизни а здесь хотя такое момент тоже может быть здесь как будто бы есть для какое-то расстояние между вами может быть он был в прошлом а сейчас его нет может быть сейчас между вами какое-то расстояние то здесь какая-то вот ментальная связь и она связана с тем что здесь какая-то невозможность быть вместе может быть период когда вы не вместе с этим человеком вы продолжает здесь ощущение того что когда вы упираетесь вот в какую-то стену упираетесь какой-то тупик то есть нет какого-то дальнейшего развития вы это дальнейшее развитие проводите вот в своей голове так хорошо давайте я посмотрю может быть здесь на маккартах не показывают с кем вы разговариваете с кем вы ведете внутренний диалог вот я говорю здесь может быть даже люди ну старшего поколения либо кто-то из вашего прошлого может быть кто-то уже умер да и не присутствует физическом плане но все равно вот какое-то общение какая-то коммуникация есть женщина может быть взрослая какая-то там ну родственница достаточно близки близки к вам человек здесь человек с которым диалог который везет который либо знаете как то вот вам причинил боль причинял боль либо сама ситуация в реальном мире здесь в чем фишка в реальном мире есть какая-то боль присутствует невозможность быть человеком да либо боль действительно причинял вам этот человек либо более того что вы не можете быть вместе здесь связано с какими-то ранами здесь скорее всего такие люди но не случайно да это не случайный человек может быть ушел и причинил вам боль то есть здесь болезненная какая-то ситуация и получается так что вот физическом мире я не могу вести диалог с этим человеком а на ментальном уровне да там вы вот почему потому что там все так знаете так как вы хотите здесь у меня может быть такое еще знаете такая холод как будто бы вот человек ушел а потребность в нем есть вот здесь такой какой-то смысл с этим человеком вы ведете диалог то есть помимо философских созидательных моментов да есть вот какой-то такой тоже человек о чем о чем о чем вы ведете диалоги императрица ну смотрите здесь может быть непосредственно все что связано со статусом да то есть вы возможно представляете себя человеком таким знаете изобильным это все что связано с процветанием это все что связано с каким-то статусом финансами с благополучием здесь диалоги могут быть разного порядка то есть это может быть и о финансах вы как-то вот размышляете может быть для кого-то важен статус да то есть выйти замужем находиться в каких-то отношениях серьезных да может быть кто-то действительно ведет диалоги со своей мамой может быть вы ведете диалоги которые связаны то что я говорила ранее про свое развитие про благо состояние какое-то да то есть как вы то что императрица такой достаточно многогранный аркан но он придает тут какой-то вот знаете уверенность может быть вы представляете себя в голове прокручиваете диалог о том как вы стали уже какой-то вот для кого-то может действительно важно быть известной личностью а для кого-то человеком успешным неважно в какой сфере и вот у вас все получается возможно вы ощущаете себя человеком у которого есть необходимые вам связи человек который может в реальном материальном мире реализовать какие-то свои желания то есть диалоги вы ведете не даже столь о духовности да потому что императрица это материальный аркан да это все таки про проявления в материальном мире то что можно пощупать то что можно потрогать то есть это не не тонкий план поэтому здесь вы можете вот все что связано с реализацией ваших желаний на в любом в любой сфере вот здесь такие в чем не просто реализация именно успешные это то что это не какие-то мелочи да это вот то что то такое достаточно весомое значимое для вас здесь как будто вы знаете диалог он связан с чем с некой какой-то компенсации вот у меня идет такая энергия знаете компенсирующая то есть я не могу это иметь в реальном мире я как будто бы компенсирую через диалоги и вот выпадает краски четверка кубков говорящий о том что вот действительно вот я не могу это иметь по определенным у каждого свои будут причины сейчас мы не будем у них разбираться то что я хочу но причем найти здесь так интересно то что вы хотите то о чем вы думаете о чем вы ведете диалоги низкобудова подсказка это очень близко рядом с вами находится и но вы как будто бы здесь найти пути какие-то вот параллельные вы как будто вы сами не идете не делаете какой-то шаг навстречу тому чтобы иметь то что вы хотите здесь как будто бы удовлетворение вот этого вот диалога в этом то и заключается что вы об этом думаете что вот если бы это здесь такая уловка очень хорошая что вот если бы это действительно было бы в реальном мире возможно вам это не совсем то было интересно вот пока вы об этом думаете пока вы об этом говорите размышляете вот это вас как-то наполняет потому что по четверке кубков я не вижу здесь человека который хотел бы совершать какие-то действия чтобы то есть здесь идея того что мне приятнее мечтать о чем-то чем иметь это вот понимаете как здесь и это не связано с ленью а это связано с какими-то нашими внутренними вот на потребностями нашей психики именно таким образом компенсировать да то есть вот приносит наслаждение сам процесс нежели конечный результат о чем еще вы думаете но шут шут может говорить о многом да а думаете разных вещах например какой-то о празднике о том чтобы жизнь была бы намного легче и проще если бы допустим элементарно у меня были бы те деньги которые я могла приобрести то что я хочу не отключение что здесь больше знаете какие-то вот как это мечты фантазии да вот это это переключение она как будто бы облегчает ваш трудный достаточно физический план то есть это как знаете есть люди которые но иногда хочется потупить его ты сидишь в соцсетях просто тупо смотришь ленту не включаясь процесс потому что очень много мыслей тебе надо переключиться и вот это вот тупое просматривание бессмысленное прокручивание ленты да как некий момент ну вот перезагрузки то есть информация пока перезагружается обычно у нас такое бывает во время сна когда мы сфим то есть идет перезагрузка та информация которую мы бесконечно получаем на протяжении дня не осознавая это через все наши органы восприятия она должна как-то структурироваться да то есть из картосочной памяти наш мозг должен ее обработать и переложить долгосрочную память если она необходима вот этот момент перезагрузки у нас происходит именно во сне когда нет внешних факторов восприятия информации и вот здесь вот примерно то же самое да то есть вот я как будто бы туплю это идет вот какая-то перезагрузка да вот переключиться на что-то приятное я могу сразу сказать вам что в вашей реальной жизни да вы как будто бы этого не делаете есть какая-то вот бытовуха определенные какие-то рутинные вопросы одни и те же и нету возможности переключиться на что-то такое позитивное вот ваш мозг нашел вот такой выход о чем вы думаете еще о каких-то новых возможностях здесь всегда про новые возможности здесь всегда про новые какие-то мысли а вот если бы вот так а вот если бы вот так вам это нравится понимать вы как будто вы знаете примеряете себя в реальной жизни например ну мы понимаем что я не могу быть там великой актрисы к примеру а вот как бы я жила если была великой актрисы это называется фантазии и вот здесь ваш внутренний диалог вы как будто бы примеряете на себя вот если бы я была в отношении с этим человеком а у меня пока нет такой возможности вот как бы это было да то есть и с одной стороны это как будто бы моделирование а с другой стороны как будто бы примеряете эту жизнь на себя и это очень напоминает актерскую игру да то есть когда актеры могут проживать разные роли за одну жизнь то есть жизнь то у них одна ролей много когда они их проигрывает это как будто бы возможный шанс прожить много много жизни в одной вот у вас здесь что-то такое происходит о чем еще диалоги обновление до облегчить вообще легкости не хватает вот прям такая потребность больше себе разрешает больше себе позволять убрать вот эту вот ответственность которой вы устали да то есть какие-то дела то что вы совершаете ну здесь усталость проходит вот вы представляете допустим себя где-нибудь на берегу какой-то реки море вот я отдыхаю расслабляюсь компенсация идет они необходимость и с другой стороны рождение новых идей да безусловно либо вы здесь еще знаете чисто психологический момент может быть очень много страхов очень много ограничений и вот по аркану шуту вы как будто бы преодолеваете какие-то свои страхи то есть вот именно в голове не только позитивная вы еще моделируете то что а если бы я это сделать например я боюсь кому-то позвонить в голове вы прокручиваете о том что вот я звоню у меня получается либо как мне отвечает либо вот то чего вы боитесь вот в диалогах ваших вы как будто бы себе разрешаете потому что здесь вот вот это вот желание допустим эти имейте материю дать финансы не в плане того что вы вам прямо так необходимо богатство и все такое а вы как будто бы представляете что я бы могла бы себе делегировать вот эти дела на этого человека я бы наняла себе такого человека он бы вот это что-то для меня сделал потому что разгрузил бы вас на поэтому и диалоги они с этим связаны для чего вы это делаете но в принципе хочется сказать да смысл смотреть когда я уже рассказала да то есть вперед паровоза ну я просто поле читаю и она про это раскручивает для чего вы это делаете да для чего вы ведете все эти диалоги ну вот смотрите туз мечей для чего первое для того чтобы вскрыть какую-то ситуацию то есть вы опять-таки прокручиваете то что я сказала моделирование разные решения паркану шута как вот так а как вот так то есть заранее как будто бы предугадываете что вот такая есть ситуация если я допустим встречу с человеком что я ему скажу как я ему скажу если допустим это вот моя условно говоря да сфера то диалоги здесь могли бы быть да какие расклады сделать на какую тему то есть ну вот такой вот какой-то аналитический момент для чего для того чтобы возможно правильно выстроить какую-то структуру либо для того чтобы принять решение для того чтобы вскрыть что-то то есть просчитать где что я выпускаю склад сложить какие-то пазлы для того чтобы увидеть картинку целиком либо вы здесь такие моменты вот то что я говорила про страхи да здесь могут быть какие-то конфликты вы не конфликтный человек в реальном мире но компенсация то есть вот это вот энергия то есть что-то не высказанное что-то подавленное оно должно как-то выйти вот вы в этих внутренних диалогах можете конфликтовать вы можете проявлять свою агрессию потому что вы понимаете что в принципе она никому не вредит физическом мире да поэтому вы в своей голове можете позволять себе в этих диалогах вот высказать то что вы не могли высказать до подумать то о чем вы не могли подумать то здесь очень много таких знаете высвобождающих моментов связанных с принятием решений вот 15 аркан плюс ко всему для чего вы это делаете да но здесь как раз и проигрывается какая-то вот зависимость например если у вас нету человека вашей жизни но вы его утратили либо физически утратили человек умер либо просто расстались то вот здесь вот это вот по 15 аркану портану дьявола потребность то есть и вот вот это вот зацикленность вы ее реализуется я человека не могу отпустить да потому что в неважно какой причине здесь причин много может быть и я по потребность в нем есть и вот я вот эту вот зависимость какая-то да если это по 15 марка ну для чего еще потому что есть страхи то есть вы как будто бы так прорабатываете своих страхи для того чтобы стать более уверенным то есть иногда здесь может быть такое что вот вы накручивать себя до такой степени в своей голове что уже больше сил нет и потом вам легче в реальном мире пойти как-то поговорить с человеком потому что вы заранее уже как-то себя накрутили дошли до какого-то пика какой-то накал может быть спал и вам проще вести диалог плюс ко всему вы заранее уже все продумали что скажете одну то есть проиграли партию да здесь же у меня маги проходят вот еще а для чего вы ведете диалоги так это рыцарь дам час на рыцарь на рыцарь кубков для чего ну вот смотрите это ваша потребность потребность вашей души вот я говорю вот здесь вот компенсации идет потребность вашей души понимаете здесь процесс идет и еще и вот именно в этих диалогах то есть помимо я не случайно сказала про актера который живет это его одна жизнь но вот его профессиональная сфера когда он проигрывает разные роли она ему дает дополнительную опцию какую-то бы проживать дополнительные жизни потому что когда актер хороший актер проигрывает игру он включается сто процентов он проживает эту роль и на его осознанном уровне да то есть он настолько ярко проживает что мозг воспринимает это как реальность и вот здесь вот примерно то же самое у вас пара происходит то есть голове вы настолько ярко проживаете что иногда может быть такие моменты что вы не помните это была или нет то есть вот то что вы в голове тут диалог прокручивали может быть у кого-то как-то живу это будет да то есть настолько ярко вы включились в этот процесс своего диалога что иногда прям редко вот прям очень редко но могут быть такие моменты что вот а это уже было или нет да то есть вот где реальность а где иллюзия здесь такая тонкая грань что иногда вы можете ее терять вот ну в принципе если бы вы использовали этот момент это было бы очень хорошо для вашей души в плане развития моделирования да то есть того получения того что я хочу вот здесь такой момент ну вот такая вот у меня единичка большего я не хочу не хотела сделать большой раскладок вот и так много всего можно будет сказать по вашей позиции так вторая позиция красненький камешек с чего я начинала вот с этой колоды да с двоечки с кем вы разговариваете ваш внутренний диалог ваш внутренний диалог рыбы хорошо аркан мира аркан мира да с кем вы разговариваете вы можете разговаривать с миром в прямом смысле все что входит в вашем понятии неважно это тонкий план это плотный план это физический мир это какой-то духовный мир вы ведете диалог со всеми и совсем причем здесь знаете здесь могут быть люди которые и этого плюс которые могут разговаривать причем голосом не только внутренний диалог но и внешний диалог разговаривать с миром ну например если вам что-то нужно ну например денег да вы можете например разговаривать с пространством и говорить вот смотри да то есть ну реально вести диалог с воздухом со стороны может казаться что вы сами собой разговариваете мне нужны деньги вот на такое там не знаю что-то купить например какую-то книгу да и вы можете даже совершать какие-то действия как будто вы берете откуда вы тогда вот именно из пространства деньги так представляете здесь как будто вы знаете такая игра но она рабочая поэтому вы диалог можете ввести с миром еще расскажу что внешне может казаться что вы разговариваете сами собой но это внешне потому что люди не видят с кем вы ведете этот диалог вот но вы с пространством здесь как будто бы вот какая-то живое такое пространство вокруг вас до прямо на такое клубиться иногда искрится и вы разговариваете ну помимо того что разговариваете там с привидениями то есть все что не видно не вооруженным глазом вы можете разговаривать ну и конечно же двоечки любят разговаривать еще там со звездами могут разговаривать с космическими какими-то хочется и коллегами представителями да здесь вот у прям очень большой контингентах с кем с тем с кем вы ведете этот диалог здесь выпал ваш кубков вы диалоги можете ввести прям знаете так интересно если кто-то за вас пишет стихи такое ощущение что вы как это называется запись запись я не знаю как не помню как-то называется но вот есть ясновидение основания это вот как эта запись вот вы ваши вы садитесь и начинаете писать и вот вашей рукой как будто бы кто-то пишет а вот просто пишет и потом вы руку убираете смотрите и получилось какое-то стихотворение может быть пьеса может быть какая-то проза вот что то такое то есть вот с помощью письменности здесь тоже может быть такой диалог либо знаете диалог здесь потому что не только про голову мне показывать диалог поэтому говорю да здесь вы можете кому-то письма писать письмо самому себе письмо с кем-то вот что-то вы здесь пишете письмо в прошлое письмо в будущее и вот это вроде бы кажется игра некая такая но это вот как-то вот работает в вашем случае это работает также вы можете получать ответ вот кто-то берет книгу на любой странице 46 100 100 146 что-то такое страница вот кто-то что-то смотрит на этой странице вот и получает как будто бы какие-то ответы ну то есть такая игра но это работает то есть вы помимо я даже сказала знаете это не внутренние диалоги а это скорее всего внешние диалоги и вот так я буду говорить потому что я вижу что вы больше взаимодействуете с с миром вот внешнем плане но это опять-таки не обязательно использовать вербальную речь да вот вы хотя здесь больше говорят говорят как-то вот песни 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 эхо эхо вот эхо может быть кто-то знаете вот вы еще как-то говорите так интересно кто-то заикается и вот поет песни до чтобы не заикаться а у кого-то мне показывают вот эти вот когда я говорю показывает это не значит что мне визуально приходят картинки вот просто в данном случае я слышу эти тибетские чаши они звука поэтому я и говорю они мне показывают ну то есть я я их слышу вот такой металлический звук наполнены почему водой почему-то наполнены эти чаши вот и как-то вот про по по горлышку так проводят и издается какой-то звук и вот как-то эти вибрации этого звука и вы здесь я не знаю как как это знаете как азбука морзов подает вот эти вот сигналы вот вы как-то вот через эту чашу что-то как-то боже мой двойки всегда вы как-то вот мудрена у меня вы проводите какой-то вот как будто бы сеанс коммуникации я не могу вам сказать с кем вы тут общаетесь но мне почему-то показывает вот такой способ и сам удивительно что у вас это все работает вот вот прям все работает все такие рабочие моменты хорошо это с кем вы разговаривать давайте посмотрим о чём о чем вы разговаривать возьмем метафорические карты о чем вы разговариваете о каких-то знаете вот как будто бы Ну, вы начали, кто-то из вас здесь начал разговаривать еще с детства. Вот вы как будто бы заботитесь так о каком-то своем братике. И мне показывают, опять-таки показывают, показывают внутри ощущение присутствия двух детей. А вот почему-то старшая именно девочка, она как будто бы братику, да, он в коляске, нет, не в коляске, какая-то люлька, кроватка. И вот она как будто бы, знаете, вот диалог о том, что... А ты помнишь, как там, да, вот как в том мире, да, до того, как ты родился. Либо как будто бы, знаете, просите кого-то, позаботься о нем. Вот как-то вот в молитвах, да, позаботься. Может быть, это ваши дети, не знаю. Ну, в общем, здесь выражение, о чем, о чем это вот просьбы эти идут, о том, чтобы вот позаботиться как-то вот о ком-то. Это ребенок, это вот какой-то ребенок, вот прям позаботься, позаботься. Это так мило, умиляет, потому что это вот какой-то детский, детский такой лепет, шепот, вот эти вот всякие огукания. Может быть, сейчас вы, у вас там есть внуки, не знаю, дети, вот вы кого-то просите. Может быть, это из вашего детства. Но здесь о чем просите? О каких-то мечтах, о каких-то мечтах, нет, здесь не желание, нет, здесь какие-то мечты. Вы очень часто молитесь за других людей, вы знаете, за мир. Вот говорят, да, чтобы не было войны и все такое. Бывают люди, которые просто про это говорят, ой, я не хочу. А есть люди, которые действительно что-то совершают. То есть они реально молятся за мир во всем мире, без исключения, без границ. Либо вот здесь какие-то вот такие, знаете, молитвы масштабные. Например, чтобы не было, чтобы дети не болели, чтобы не было вообще болезни, чтобы не было распри. То есть вот такое вот, знаете, какая-то вот служба вселенская. Либо кто-то собирается как-то в группы какие-то, уже холодно, прям аж такие, ну, космические энергии. Вот как будто вы молитесь за Землю, за планету. Кто-то вот здесь работает с кристаллами Земли, потому что, почему фиолетовый, не знаю. Почему-то вот здесь вот фиолетовый какой-то, розовый, фиолетовый, какие-то кристаллы, кристаллы Земли. Не кристаллы вот такие вот камешки, а встроенные как-то вот в основу нашей Земли. Ладно, это другой момент. Вот вы здесь об этом, об этом, да? О чем еще? О чем еще вы разговариваете? Здесь, знаете, такой интересный момент, если вы умеете слушать, читать мысли, да? Вот здесь такое ощущение, как будто бы вы подслушиваете кого-то. Еще раз скажу, подслушивание не в плане, что, знаете, ухо приложил, там, соседи, что говорят. Нет. А вот вы как будто бы слушаете, я не знаю, как-то вот влюбленных. Опять-таки, это все, мы же говорим про... Здесь в вашем случае про тонкий план. Здесь вообще не про физику, как будто бы, а вот вы как будто бы подслушиваете, да? Я не знаю. Я даже не знаю, как это сказать. Может быть, как будто бы слушаете что-то из своего прошлого. Либо души и какие-то вот прошлых воплощений. Вот к чему-то вы прислушиваете здесь, понимаете? То есть вы как будто бы подслушиваете чей-то диалог. В хорошем смысле, знаете, это не то, что кто-то там сплетничает, нет. А вот, знаете, вот когда здесь почему-то мне про влюбленных идет, да? Вот кто-то влюблен, и говорят вот эти вот слова любви в паре. И вы как-то, знаете, вот как будто бы слушая, вы разделяете эту любовь с этими людьми. То есть вам приятно становится, да? Как-то вот, ну, как будто бы стать частью чего-то. То есть вот здесь такие, ну, это связано с вашей способностью. Вы как будто бы можете слышать. Может быть, речи любви слышите. Но здесь, да, здесь об этом идет речь. Хорошо, давайте я посмотрю на этой колоде. О чем? О чем вы разговариваете? О чем ведете речь? О чем? Ну, знаете, вот интересно, колесо фортуны, да? Вы как будто бы судьбой разговариваете. Да, да. Сказала судьбой, у меня сразу такое восприятие треху Мойер, да? Как, которые плетут свою нить. Не свою, а плетут нить, нить, нить жизни. Вот, интересно, кто-то из вас прям крючком вяжет? Да, вот паутинка прям не просто вязание, а именно такая, знаете, что-то такое, паутинка, как-то паутинка, что называется паутинка, не знаю, что-то такое, как паутинка, что такое тоненькое. А кто-то, может быть, знаете, если вы проводите ритуалы, вот, здесь кто-то вот какие-то вот узлы завязывает, не знаю, может быть, макрамы занимаетесь. То есть, либо если это ритуалы, вот вы действительно завязываете какие-то узлы на судьбу, не негативные, здесь нет ничего такого негативного. А, все, поняла, здесь кто-то, может быть, когда молятся, есть вот, на руку надевает вот эти вот узлы завязанные, может быть, вы такое плетете, да? То есть, вот что-то с узелками, узелки, которые завязываете, не знаю, в общем, что-то какие-то узелки завязываете. Причем вы, когда завязываете это, это к чему, да, мы говорим про диалог? Это к тому, что когда вы завязываете, вы как будто бы желание, что ли, загадываете. О чем еще? Король пендаклей. Вот что-то связанное, да, на реализацию каких-то своих желаний. Опять-таки, знаете, вот вопрос, как интересно звучит, да, о том, ваш внутренний диалог. Ну, не внутренние эти диалоги, а это внешние, да? Вот внешние эти диалоги, как-то вот связанные с материальным, да, что-то с материальным. Может быть, с деньгами, может быть, на удачу, да, вот выпадает император. Может быть, знаете, кто-то хочет о себе пару, либо там на работе, чтобы что-то получился, какой-то проект. И вот здесь о чем вы ведете диалоги? Чтобы все хорошо как-то сложилось, да, чтобы все как-то здесь финансовая, может быть, сторона. И, да, здесь нету логики. Здесь есть, не знаю, может быть, семарон, да, называется эта практика. Вот что-то здесь такое, понимаете? Как-то вот вы химичите здесь что-то так интересно. Вот такие, знаете, ведьмочки, ну, хорошие, с чистой душой, с чистым намерением. И это самое главное, это самое важное. То есть оно на добро, оно на свет идет здесь, все такое. Поэтому диалоги, они могут быть... Да, у меня же мужчины еще смотрят. То есть если вы мужчины, то здесь диалоги идут больше связанные с профессиональной сферой, да, с деньгами, с финансами, с профессиональной сферой, чтобы это вот все как-то изменилось, чтобы все раскрутилось в позитивную сторону. То есть здесь это важно. Важно. Так, на какой колоде еще вот на этой колоде не смотрела. Так, о чем, да, о чем еще вы ведете внутренний диалог? Ну, вот о каком-то своем будущем, да, то, что вас ожидает в этом будущем. Какие-то перемены. Вы очень хотите перемен, перемен в будущем. С чем, о чем, как-то. Ну, смотрите, здесь связано с одной стороны семьей, вот, а с другой стороны, ну, вот как-то изобилие. Причем здесь изобилие не только деньги. Здесь, скорее всего, больше какое-то вот внутреннее ваше состояние. Так интересно, вот я говорила ранее про кристаллы. Если вы посмотрите, здесь дети играют с кристаллами. Это эпическая таро, да, вот здесь вот они играют с кристаллами, понимая, что когда собираешь все кристаллы воедино, да, открывается картинка и начинается волшебство понимания того, что у каждого свое место, каждый проигрывает какую-то свою роль, да. Здесь ощущение того, что вот вы хотите, чтобы все стало на свои места. Как-то вот на свои места здесь. Если заземлиться, да, потому что я слишком далеко улетела, вот здесь вот про заземление, об этом. Хорошо, для чего, для чего вы ведете вот внутренние и внешние диалоги, в вашем случае, для чего вы их ведете? Пятерка мечей, пятерка мечей. Ну, это какие-то вот ваши уроки, да. Вы так как будто бы проходите уроки. Почему сами себя наказываете, да. Для чего. Вот вы здесь как будто бы, знаете, исцеляетесь. Вот так интересно, вот если вы за кого-то молитесь, да, вот именно за других, за людей, за большое количество, как будто бы у вас, вы знаете, вот ощущение того, что я попрошу за другого, пожелая добро другому, это добро ко мне придет. Вот здесь какое-то такое. Это не меркательный интерес, а вот как будто бы какое-то ваше понимание. То есть чем больше я излечу душ других людей, тем больше как-то вот мне это засчитается в копилку кармы. Что-то такое, да, здесь может быть. Вы как будто бы через других лечите себя. Вот как-то так. Да, проходите. Это вот бывает у практиков, у торологов, в коучинге тоже такое. Когда люди приходят, клиент с каким-то запросом, то как будто бы вот решая его запрос, да, ты понимаешь свою собственную ситуацию. Потому что запросы, люди приходят с запросами всегда с теми, которые либо сейчас волнуют мастера, либо в прошлом у него был такой опыт, да, и он может с этим поделиться. То есть, ну это однозначно то, что было, либо есть в жизни мастера. Вот таким образом через клиентов, как будто бы ты прорабатываешь и сам себя. Вот у вас есть здесь что-то такое. Вы прорабатываете свое разбитое сердце. Это, знаете, как, допустим, мать утратила своего ребенка, и вот чтобы загладить вот эту боль, что ли, что-то здесь такое. Как будто вы идете и работаете в доме малютки, да, то есть, ну, помогая другим детям. Вы как-то вот свою боль, что вот своего ребенка как-то вот не уберегла, не получилось, я хоть другим помогу. Вот какая-то здесь вот такая, здесь очень-очень много боли. Вот, как-то так. Вы, хочется сказать некрасивое слово, но я просто, чтобы вам понятно было, как будто бы искупаете свою какую-то боль. Хорошо, для чего еще вы это делаете? Ну, это один момент. А вот второй момент здесь, тушь пиндаклей, и опять восьмерка мечей. Восьмерка мечей, посмотрите, в этой колоде какая, да, то есть здесь человек один сумасшедший, не может сам есть, да, он отворачивается, и о нем кто-то другой заботится, да, потому что у него связаны руки-ноги. Здесь у вас есть, знаете, понимание, как работает мир, да, то есть вот у меня есть вот это ощущение того, что если ты хочешь что-то, то ты должен это сделать другому. Вот какая-то такая здесь завязка идет, да, то есть помогая другому, как будто бы я это получаю в сто крат. Вот вы как-то для себя выстроили эту модель, она у вас работает, и когда вам что-то нужно, вы начинаете это делать для другого. Например, вот это вот даже выражение, да, то, что говорят, веди себя с другими так, как хотел, чтобы вели с тобой. Вот у вас здесь такое, когда вам, например, нужны деньги, да, то, возможно, вы, ну, как-то вот начинаете больше отдавать, чтобы вам пришло от противоположного. Вот здесь вот как-то идет от противоположного. И плюс ко всему, вот у спиндакли, знаете, вы как-то заземляете здесь, вот какие-то свои идеи, как-то они реализовываются. Я не могу понять. Я не понимаю, что я сейчас говорю, но вот здесь что-то такое. Так, еще раз. Что-то рождается в голове, и вы это начинаете делать, и что потом? Причем тут это? Сейчас, секунду. Так интересно, у меня это голос внутри. Что-то не понимаешь? Да не понимаю я. Если бы я понимала, я бы сказала. Сейчас, секунду. Какой вопрос-то был? А, для чего вы это делаете? Вы как-то таким образом заземляете реализацию каких-то своих идей. То есть у вас есть какие-то мысли, да, что-то рождается глубоко. И вы как-то вот не напрямую это делаете, ну, подумал, сделал, нет. А у вас подумал, сделал не в плане себя, а как-то вот подумал, сделал то же самое для другого, а потом вам это пришло. Вот как-то так. Я не понимаю, о чем я здесь говорю, но я знаю, что вы это понимаете. Вот такие вот хитрые сплетения, да, они у вас получаются. Так, еще для чего вы это, не перевернуто, нет. Для чего вы это делаете? Вот последние две карты вытащу. Двойчики. Для чего вы ведете эти диалоги? Опять колесо фортуны, да, для того, чтобы что-то изменилось. Вот я говорю, аркан мира не случайно вышел. Вы как-то взаимодействуете с миром по-другому. Вы взаимодействуете на уровне энергетики. Поэтому, чтобы что-то изменилось, вы начинаете как-то... Ну, вот это, знаете, я не случайно сказала про Симарон. Это вот, например, вы моете, да, посуду, и в этот момент проговариваете. Например, я мою посуду, и в моей жизни вымывается негатив. Либо там отрихаете одежду, отрихая, я вытрихаю весь негатив. Вот как-то так. Вот. Да, какие-то изменения. Рыцарь Жезда. Да, для того, чтобы что-то начало работать, когда вы хотите с места с какого-то сдвинуться. Вот, скорее всего, вот здесь, да, вот-вот, я поняла теперь. Ту Спиндакли про это говорил. Когда вы чувствуете себя где-то уткнулись головой в потолок, в стену, не знаю, когда ничего не развивается, когда вы чувствуете себя в тупике, в безвыходном положении, для того, чтобы раскрутить вот этот вот маховик, вы как-то начинаете вот так вот взаимодействовать с Вселенной, и постепенно-постепенно она потом вот раскручивается, то есть колесо здесь начинает крутиться, и ситуация разворачивается. Молодцы! Интересные, да, вот такие вот у меня были двоечки. Иногда у меня такое ощущение, что я реально схожу с ума, потому что я ничего не понимаю. Бывают такие расклады, когда я вообще ничего не понимаю. Что я говорю? Боже, что за чушь я несу? Вот так вот мой мозг воспринимает эти процессы, поэтому я стараюсь его отключать и вообще не думать. иногда не могу даже вспомнить слов, что говорит, чтобы вот убрать логику полностью, потому что она не очень хороший клетик и не совсем не помогает в раскладах. Третья позиция, зелененький, камешек, троечки, с кем вы разговариваете? Вы же скажете, добро пожаловать в мир сумасшедших. У меня колода, тару сумасшедшего дома, да? С кем вы разговариваете, с кем вы ведете внутренний диалог? Мне аж интересно. Тройки бы не были тройками. Внутренний диалог, двойка монет, дуальность. Вы, вот, два, два, две сущности, два ангелочка, условно говоря, да, красненький и черненький, либо беленький и черненький, добро и зло. Вот у вас внутренний диалог, да, этот, боже, театр сумасшедствия. Реально, это не к вам сейчас, это вот у меня такое, знаете, восприятие, во-первых, я улыбаюсь, потому что, ну, это, это игра, это забавно, это ваше ощущение такое, знаете, вот мне сейчас передается в поле ощущение того, что дом сумасшедшего, реально, да, то есть, вот это говорят, потом идет, вот это говорят, потом опять белое, потом опять черное, а потом они могут между собой, а вы сидите и наблюдаете за тем, что происходит, да, с кем еще внутри вы говорите? Ну, внутри вы можете разговаривать, в коллективе Таро сумасшедшего дома, королева Пендакли, изображена Мария Ленорман, да, как королева Пендакли, вы можете разговаривать в своей голове с какой-то женщиной, достаточно, это может быть ваша подруга, очень верный друг, если это друг, либо подруга, да, очень, я могу сказать, что вы близко подпускаете к себе этого человека, но это человек, на которого вы можете понадеяться, это человек, на которого вы можете опереться, помимо того, что это может быть, это может быть ваша сестра, кстати, тетя, не обязательно это мама, потому что здесь не взрослая, у меня женщина идет, здесь, ну, здесь скорее всего, ну, подруга, либо тетя, тетя, ну, на сестру не очень, может почему-то тетя, какая-то вот тетя идет, что за тетя здесь идет, ну знаете тетя либо интуитивная либо у вас есть связь с этой тете телепатической либо у вас есть любовь любовь к этой к этому человеку прямо знаете вот какая-то забота теплота идет эмоции вот поддержка то есть человек либо здесь есть человек который вас поддерживает но здесь женские энергии да здесь нету мужских энергии даже двойка пендакли она больше к женским энергиям склонна нежели к мужским так с кем еще вы ведете здесь диалог но вы сами сами собой сами собой ведете диалог неожиданно такая тишина знаете может быть у вас бывает такой момент что даже вы не диалог ведете а может быть кто-то сделает какие-то практики по я не хочу сказать остановки внутреннего диалога потому что остановить это невозможно а переключаться либо не обращать внимание такое возможно вот это вот знаете практики на то чтобы ощутить вот эту тишину в голове прямо это вот такое удовольствие было да когда вы чувствуете тишину именно не диалог а тишину в своей голове так это наполняет хорошо так расслабляет суперски так я рассказала либо вы без диалога либо двойственное что-то в голове либо вот человека которого я описала о чем о чем вы беседуете своей голове неважно с кем вообще о чем вы беседуете так карты выпали вот то что выпало то и посмотри о чем вы беседуете метафорические карты о том что вам хочется скрыться укрыться от мира о том что вы устали что за вами все как-то наблюдают либо вам кажется что за вами кто-то наблюдает о том что знаете здесь как будто бы где-то вам стыдно вот ощущение того что вот мне стыдно почему я себя так повел что я так как я так сделал да что вот все как будто бы ощущение что вот все за вами смотрят я не хочу здесь сейчас просматривать мне про начинают сразу показывать ваши сценарии и я не хочу не смотреть с чем это связано откуда ноги растут но здесь вот такое утащение как будто бы вы считаете себя в центре внимания что как будто бы вот под пристальным наблюдением вот такое но это вот чисто ваша какое-то такое восприятие поэтому я сказала про сценарий потому что мне сразу стали показывать откуда это сценарий откуда такое восприятие я не хочу туда лезть но здесь вот ощущение того что это вам так кажется что вот все за вами наблюдают все на вас обращают внимание и вы как будто бы не можете где-то как-то укрыться ни от кого да вот здесь вот такое чувство что знаете руки как будто бы не можете отмыть от чего-то такого вот вам опять-таки это ваше восприятие это не ну это вот если рассматривать в реальности ощущение того что здесь как будто бы по-другому было есть ситуация разворачивается а вы почему-то вычленяете из какой-то ситуации вот какую-то свою вину что я хочу руки помыть отмыться вот как будто руки в крови может кто-то действительно работает там я не знаю гинекологом хирургом на где присутствует но микробиологом где крови вот твои руки как будто бы хотите мыть либо хотите как-то знаете откреститься от своих каких-то родственников до что-то по крови ну то есть оставьте меня в покое да вот здесь вот какие-то такие диалоги может быть могут быть о том что я вот как будто бы знаете устал помогать я не хочу никому помогать я хочу чтобы меня оставили в покое я никому больше не должен да здесь также диалоги именно критики вот вы как будто бы вспоминаете себя очень часто в детстве когда вас критиковали когда вас как-то ругали либо какие-то ситуации где люди выше вас в вашем восприятии что как-то вот они надменно с вами поступают либо что-то вам говорят либо вас случат здесь вот такие вот диалоги тоже могут прокручиваться сценарий что еще о том что может быть иногда вы вспоминаете свое детство свое прошлое если вы девочка может быть у вас была это вот особая любовь знаете к папе как воспоминания такой вот доброй фигуры который вас любил и воспоминания здесь идут как-то о о вашем детстве то есть были какие-то светлые моменты в вашем детстве либо какой-то знаете вот период очень добрый очень позитивный светлый вот и вы часто туда возвращаетесь в эти моменты как за подпиткой что ли как энергетически наполнится как за ресурсом каким-то о чем еще вы разговариваете в своей голове ну десятка пиндакля то что вы знаете вот ощущение что я хочу вырваться из какого-то замкнутого круга еще одна десятка десятка жесток до что все я устал устал от всего я хочу знаете хочется сказать возьмите меня на ручки возьмите меня на ручки позаботьтесь обо мне да вот именно поэтому и выпадала первичная королева педакли да то есть та женщина которую может поддержать то есть своей голове возможно вы ведете диалог с кем-то с кто вас поддерживает может быть это даже и вы сами взрослая да но вот это вот ощущение где-то вы как-то себя поддерживаете вы как-то себя заботитесь вот какие-то такие диалоги о чем еще и могут быть диалоги о том что знаете вот ощущение что жизнь как-то несправедливо что ли со мной то есть я вот все-все а мне ничего как будто бы да и вот я как-то ощущение заложник заложник как-то своего выбора что ли где-то когда-то оступился а теперь хочется уйти оттуда и не получается оступился в плане что не знаю например выбрал себе партнера и через какое-то время ты просто понимаешь что где-то перерос где-то я не могу найти общий язык и хочется уйти ну не получается то есть есть что-то что вас связывает и вот вот это вот ощущение что но вот как-то хочу переиграть и что ли эту жизнь либо здесь вы даже не мечтаете о чем-то таком позитивном здесь скорее всего каждый прошлый год он и к лучшему не будущее а вот именно как-то прошлое к будущему лучше о чем еще вы думаете ну а аркан смерти да то есть все все про завершение про какое-то завершение на как как это что это что вы хотите чтоб завершилось ну страхи девятка мечей страхи 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 чего вы так боитесь боитесь двигаться боитесь что может быть сил не хватит что-то сделать то чего вы хотели боитесь что не будет вот этого позитивного будущего что может быть денег будет недостаточно но такие знаете вот хочется сказать мысли прокручиваете бытовые без либо это вот какое-то воспоминание прошлого либо это какие-то бытовые моменты до что вот не хватает денег ну-ка это вот реальная жизнь да что-то вы здесь про реальность прори горлый кто-то либо болеет либо болеет кто-то ангиной если есть там например фолликулярная ангина какие-то простуды это подавленная ваша невозможность высказать на долгое время скорее всего что-то детское опять-таки в детстве не хочу все время мне детство ваши сценарии показывают не можете высказаться да все держите в себе либо это связано кровавая чакра у нас еще связано с на с контактом с высшими силами с учителями нашего восприятия мира то есть умение коммуницировать с миром да здесь вот как будто бы этого тоже нету для чего для чего вы ведете вот эти вот диалоги для чего вы ведете диалоги ну аркан шута аркан шута для чего почему не идет скорпион а скорпион же это что же про смерть все я поняла для того чтобы завершение и аркан шута да и завершение скорпион для того чтобы завершить что вы тут свои баб скорее всего завершается да и вот аркан мира выпал я поняла для того чтобы как-то вот своей голове да вы прокручиваете об этом все думаете мы как завершить какую-то ситуацию на либо до дорабатываете какой-то вот гельштайд который вас не закрыт во главе его прокручиваете для того чтобы все оставить смотрите у вас выпадает две десятки как завершение выпадает аркан смерти выпадает аркан на нулевой 21 то есть все про завершение как завершить как закончить как закончить для чего еще для того чтобы вырваться из каких-то своих ламушек вот здесь опять девятка мечей на повторе на страхи страхи я устал я устала бояться да хочется как-то уже знаете найти ответ на вопрос потому что так вы ищете ответы на вопрос как получить шанс как получить шанс либо вернуть то что было для вас ценным если это связано как-то с прошлым либо как-то знаете вы уже научились ценить что-то и вы хотите уже получить да здесь как будто бы произошел тот момент необходимый для для того чтобы что-то вы научились ценить вот я неоднократно говорила тройкам что вас лишали 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 вот здесь вы как будто бы наконец-таки осознали ценность чего-то я не знаю с чем что что за ценность вот то что было у вас отрачено и вы поняли но как мы говорим до имея не 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 ценим теряем плачем здесь вы кому-то было уже все от плакали да вы уже поняли эту ценность и вы готовы ее получить на как-то вот что-то аналогичное вы увидели двойственность мира что вот это вот и нянь это когда вот вы ведете помните говорила вот по двойке монет вы ведете диалог между добром и злом вот этой дуальности и вот в колоде эпического таро аркан звезды он как раз таки говорит что в белом есть черное а в черном есть белый и в этом-то смысл единства ну то есть нету смысл не в разделение разделяет наш ум и вот здесь вот наш ум дорог таро сумасшедшего дома мы увидим сумасшедшего у которого есть светлая страна и одна сторона смотрит темную дверь в подвал а другая в светлую вот опять-таки но двойственности здесь вот как будто бы вас не учили то есть вас забирали 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 то что было у вас цены вы это все утратили дать для того чтобы теперь вам это ценное далее для баланса но вы на него посмотрели как-то по-другому то есть вы как будто бы двойственность ведете эти диалоги внутри себя рассматривая да вот как-то с двух сторон какую-то ситуацию для того чтобы она завершилась до завершилась и вот выпадает уже зло для того чтобы начать заново писать свою книгу вот я да и вот опять аркан смерти то есть я уже прошел я уже прошел либо прошла весь этап который мне необходимый и у меня уже появилась наконец-таки готовность писать свою книгу но здесь внимание здесь я пишу эту книгу то есть у меня появилась вот это вот ответственности и все что я буду создавать я теперь понимаю что я я я ответственна за то что я создаю не со мной случается а я это создаю то есть такое ощущение что вот раньше возможно вы не брали какую-то ответственность за что-то то есть ну может быть не понимали может быть был такой этап когда вам показывали что-то другое сейчас как будто вот внутренне вот это вот готовность появилась поэтому вас есть желание да все я уже хочу выйти я уже готов я уже понял я уже осознал вот это вот вина который я говорила это как будто бы знаете когда вас наказывают и вы посидели подумали вот в углу постояли и как маленький ребенок и переосознал да я уже понял что я виновата я и я уже готов исправить следующий раз я уже не буду так поступать я поступлю по другому то есть я уже понял дайте мне разрешение выйти из угла вот как-то так да то есть вот здесь вот по аркану мира что как бы я не отказывался в эпическом таро смысл аркана мира видите про мир думаю смерть аркан смерти у парня молодого ну вы не видите здесь да у него закрыты глаза и рядом с ним вот это черная пума как будто бы я закрываю глаза на то что есть вот эта вот война то что есть смерти на то что есть завершение я не хочу видите смысл здесь того что закрывание закрывай а это все равно произойдет то есть вышли ты закрывать глаза на то что завершилось или не будешь все что прошло уже прошло все уже ничего не можешь с этим сделать поэтому здесь смысл такой что признаешь ты не признаешь в иллюзии либо ты в реальности то есть все так как должно быть она так и будет остается только тебе это либо принять либо не принимать но суть не изменится вот так и на всех картах абсолютно на сумасшедшем еще посмотрю для чего вы это делаете мы завершим для чего вы ведете эти диалоги ну вот так таким образом да вот вы как будто бы видите возможность пойти в новое если этого захотите до королева же да то есть невзирая на какие-то травмы свои да невзирая на какие-то свои комплексы может быть ощущение какой-то вот неполноценности до возможность вырваться выйти выйти то есть вот вы как будто бы смотрите со не со всех сторон с двух сторон противоположности здесь какой-то такой урок дуальность его мир познаете через дуальность либо одна крайность либо другая крана здесь человек крайности так вы познаете этот мир так я стараюсь помнить какой день недели сегодня пятница причем интересный день стогласно христианской религии до пятница великая пятница была на крест на крест крест нес христос почему я вспомнила это на третьей позиции не знаю ответьте было бы тело в эту же гитт умывая умывая руки ну то есть завершение вот это вот умывание да мой мою руки для чего для того чтобы очиститься и пойти дальше на либо умывая руки то есть выражение все завершил делать даже бессознательное находится еще в поле и считывает его вот такой у меня был расклад для вас я пожелаю вам всем отличных выходных кто празднует великий светлый праздник пасхи и воскресенье я знаю что желает значит сейчас я переведу с греческого потом я скажу на русском что он что он говорит христос воскрес да и в ответ говорят воистину воскрес вот с греческого переводится пожелаю всем воскресенье нашей души света чистоты и намерений не забываем о том что помимо тела у нас есть еще и душа и наоборот помимо души у нас есть тело все уместно все прекрасно живем наслаждаемся всех с наступающим праздником всего вам самого наилучшего отличных выходных благодарю вас что вы остаетесь со мной благодарю за ваши донаты неблагодарная всегда забываю про это говорить совсем прощаюсь до понедельника пока пока